Вот такое корыто купила в строительном магазине. Зачем? Смотрите видео до конца и вы все узнаете. Здравствуйте, меня зовут Байя, мне 57 лет, я консультант по вопросам питания. Помогаю людям снижать вес и оздоравливаться при помощи естественных методов. Как я рассказала в прошлом видео, в мае этого года я сломала руку. Посмотрите это видео по ссылочке вверху экрана и вы узнаете, как хреново я чувствую себя сейчас после снятия гипса, потому что рука моя практически не работает. И если вы тоже, не дай бог, как и я сломали руку и не знаете, как ее восстанавливать, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, жмите колокольчик, чтобы не пропустить каждое новое видео из серии реабилитация руки после перелома, которая выходит по понедельникам. Итак, сегодня мы с вами разберем, что же нужно делать, какие самые первые действия после того, как вам сняли гипс. Первое, что я сделала после снятия гипса, в котором находилась полтора месяца, это повязка эластичным бинтом. Не очень тугая. Для чего я это сделала? Ну, во-первых, рука после снятия гипса чувствовала себя и чувствует до сих пор очень беззащитной, ранимой и болезненной. Ее хочется чем-то защитить, прикрыть. И вот этот бинт позволяет чувствовать себя более комфортно, более защищенно, особенно на улице, когда я нахожусь в каких-то людных местах. И боюсь, что меня могут нечаянно задеть, толкнуть и нанести мне какой-то вред. Дома я бинт снимаю. Сейчас я буду показывать вам первые упражнения из цикла реабилитации руки. Поэтому повязку я снимаю. В прошлом видео я уже показывала вам, какая разница у меня между руками в плане тонуса мышц. Левая здоровая рука, в принципе, не испытывает особых проблем с мышцами, в то время как правая рука вся обвисла. И вы даже можете это видеть. По сравнению с левой рукой, правая рука выглядит просто безобразно. Мышцы, их просто нет. Это какая-то вялая тряпочка, которая болтается абсолютно безжизненно. Поэтому первое упражнение, которое я буду делать именно для восстановления руки после перелома в лучезапясном суставе, это именно упражнение на все группы мышц. Чтобы вы видели разницу между здоровой рукой и больной, я одела сюда цветную резинку. Первое упражнение – это просто подъем рук вверх. Упражнение делаем от 6 до 12 раз до появления лёгкой усталости. Следующее упражнение – разведение рук в стороны. Немного видоизменяем это упражнение. Следующее упражнение – максимальное раскрытие при наклоне назад и максимальное постижение мышц спины при наклоне вперёд. Следующее упражнение – вращение плечами. В другую сторону. Упражнение. Больная рука кладётся на здоровую и совершается вращение туловищем без поворота головы. Теперь то же самое упражнение, только с поворотом головы. Упражнение – наклоны туловища в стороны с поднятием рук. Упражнение – вращение руками. Назад и вперёд. Следующее упражнение – максимально отводим согнутую в локте руку назад. В это время противоположная рука максимально выдвигается вперёд и наоборот. Следующее упражнение – очень для меня сложное – попытаться делать вращение кистями. В другую сторону. Я понимаю, что моя правая кисть практически не вращается, но я пытаюсь это делать. И следующее упражнение – вращение в локтевом суставе тоже в разные стороны. Если выполнение упражнения приносит боль, то нужно немножко изменить это упражнение и делать его не с такой сильной амплитудой. Самое главное – это не доводить себя до сильной боли. Может быть, лёгкой, такой, которую можно терпеть. И последнее упражнение из моего общеразминочного утреннего цикла – это вращение туловищем вокруг своей оси в виде восьмёрочки. Представить, что с головы до пола у вас проходит стержень, то три туловища, и вы совершаете движение восьмёркой вокруг этого стержня. Упражнение задействует практически все группы мышц, делает тело более пластичным, гибким, подвижным и улучшает кровообращение. Общеразминочная часть закончена. И вот теперь нам потребуется корыто. Догадались, что будем в нём делать? Правильно! Солевые ванночки и массаж руки. И об этом в моём следующем видео. Не забудьте подписаться на мой канал и напишите комментарий, Если у вас уже был опыт восстановления руки после перелома, расскажите, как вам это удалось, какие трудности вы испытывали, сколько времени заняло восстановление. Я думаю, что не только я, но и другие зрители будут очень благодарны за взаимный обмен опытом. Надолго не прощаюсь. Ваша Байчья. Надолго не прощаюсь.